Здравствуйте, ребята! Сегодня я решила снять для вас задачу, которая в 80% случаев встречается на экзаменах. Это задача на нахождение молекулярной массы органического вещества. Также я решила сразу же убить двух зайцев и, так как вы меня просили снять что-нибудь из Ч части, варианта ЕГЭ, снять именно её, так как она как раз оттуда. Поехали! Это задача номер 40. И кроме того, что нам необходимо будет в ней найти молекулярную массу органического вещества, нам для того, чтобы получить полноценные 4 балла, необходимо будет составить также с полученным веществом реакцию. Итак, зачитываю условия. При сжигании образца некоторого органического соединения массой 14,8 г получено 35,2 г углекислого газа и 18 г воды. Известно, что относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 37. В ходе исследования химических свойств этого вещества установлено, что при взаимодействии этого вещества с эксидом меди-2 образуется кетон. Нам необходимо выполнить следующее задание. Первое. Произведите вычисления, необходимые для установления молекулярной формулы органического вещества. Записать молекулярную формулу исходного органического вещества. Третье. Составить структурную формулу этого вещества, которая однозначно отражает порядок связи атомов в его молекуле. И четвертое. Написать уравнение реакции данного вещества с оксидом меди-2. Итак, так как это реакция на нахождение массы молекулярной органического вещества по продуктам горения, а продуктами горения органического вещества у нас являются углекислый газ и вода, то мы можем составить уравнение реакции. Это уравнение отображает процесс горения. У нас всегда образуются углекислый газ и вода. Что ж, мы видим, что у нас вся масса, то есть всё количество атомов С, которое было в данном веществе, перешло к углекислому газу. Поэтому мы можем найти ν, то есть количество вещества вот этого атома, то есть вот этих атомов по углекислому газу. То есть первая часть это необходимо найти ν СО2. Чтобы найти ν, я уже записала формулу. Посмотрите на неё. Это масса вещества поделить на его молекулярную массу. То есть масса углекислого газа равна 35,2 грамма, и мы её делим на молекулярную массу СО2. Атомная масса С это 12, атомная масса одного атома оксигена это 16, так как у нас два атома, мы умножаем на 2, получаем 32. 32 плюс 12, получаем 44. Это у нас молекулярная масса. Посчитав, мы узнаем, что у нас будет 0,8 моль. Идём далее. Мы нашли ν СО2. Также мы можем найти ν H2O. Зачем мы это делаем? Да потому что, посмотрите, у нас все атомы гидрогена, которые у нас есть в органическом веществе, полностью перешли в молекулы воды. Поэтому мы найдём ν H2O. Это 18 поделить на молекулярную массу H2O. 1 атом H это 1, умножаем на 2, так как у нас 2 атома водорода, это будет 2, плюс атомная масса оксигена 16, то есть 16 плюс 2 это 18. 18 поделить на 18 это 1 моль. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что ν H2O это 1 моль, а ν гидрогена будет не 1 моль. Как это понять? Посмотрите. Ну, допустим, у нас есть 3 молекулы воды. Я их схематично изображу вот таким образом. Большой шарик это О, а маленькие это водород. Если у нас 3 молекулы воды, то сколько будет в них, в этих трёх молекулах, атомов водорода? 1, 2, 3, 4, 5, 6. В 2 раза больше. То есть 3 ν H2O это 6 ν воды в 2 раза больше. Точно так же мы будем действовать и здесь. Давайте посчитаем. Итак, если у нас 1 моль воды, то гидрогена будет в 2 раза больше. ν H будет равно 1 умножить на 2, 2 моль. Хорошо. Но ν кислорода таким же образом мы посчитать не можем. Почему? Потому что, во-первых, у нас не полностью только атомы оксигена из органического вещества участвуют в реакции, но также и атомы кислорода. И мы не можем определить, какие у нас атомы пришли от этого оксигена, а какие от кислорода. Поэтому мы посчитаем по-другому ν оксигена. Мы от общей массы органического вещества, то есть 14,8 грамма, отнимем массу С и отнимем массу водорода. Это очень просто сделать. Итак, посчитаем это. Масса О равно 14,8 минус. Чему у нас равна масса атомов водорода? У нас есть 2 моль. Один атом гидрогена весит единичку. Соответственно, 2 моль атомов гидрогена будут весить 2 грамма. Отнимаем 2. И отнимаем массу атомов С. То есть, посмотрите, у нас для того, чтобы найти массу по этой формуле, что необходимо сделать? Необходимо ν умножить на молекулярную массу. 0,8 – это у нас моли С, углерода. И мы должны умножить на 12, так как атомная масса С – это 12. 0,8 мы должны умножить на 12. В результате таких расчетов мы получим 3,2 грамма. Это масса атомов оксигена. А теперь мы можем вычислить из массы ν. Это 3,2 поделить на 16. И мы получим 0,2 моль, безусловно. Хорошо, теперь мы можем написать такое соотношение. С относится к H, относится к O, как 0,8. Я здесь не написала, ребята, что νCO2 равно νС. Но я вам это сказала. Вот посмотрите, полностью νС данного вещества переходит в С этого. Соответственно, νCO2 равно νС. Поэтому 0,8 относится к гидрогена, у нас 2, и относится к 0,2. Но мы же не можем в индексах вместо х, у и з написать 0,8, 2 и 0,2. Таких чисел мы... То есть должны быть целые числа, вы это знаете. Для этого что мы делаем? Мы все делим на 0,2, на самое меньшее число. И тогда 0,2, да? 0,8 поделить на 0,2 это будет 4. 2 поделить на 0,2 будет 10. И 0,2 на 0,2 это 1. 4, 10, 1. То есть формула вещества С4H10O. 1 мы не пишем. Но это формула вещества исчисляемая. Мы же можем посчитать настоящую истинную формулу. Для этого нам не зря дана относительная плотность по водороду. Посчитаем же молекулярную массу данного органического вещества, если у нас его плотность по водороду равна 37. Для этого МРЦХНОЗ истинная будет равно 37 умножить на 2. Почему? Вот я написала формулу для нахождения плотности по водороду. Для этого необходимо молекулярную массу неизвестного вещества поделить на молекулярную массу того вещества, по которому мы ищем эту относительную плотность. В данном случае по водороду. Молекулярная масса водорода будет равна 2, поэтому мы получаем здесь сами 72. Давайте посчитаем. У нас молекулярная масса С4H10O будет равна 72. Считайте. 4 умножить на 12, прибавить 10 и прибавить О. Исходя из данных расчетов, мы получим те же 72 грамма на моль. Поэтому действительно у нас истинная формула равна исчисляемой, и поэтому формула данного вещества С4H10O. Теперь я вытру часть с доски, и мы с вами напишем последнюю часть данного задания. Итак, с полученным веществом С4H10O реагирует оксид меди. Нам необходимо записать структурную формулу данного вещества, это требует условия задачи. Итак, запомните, что с оксидом меди, с образованием кетонов реагируют спирты. Соответственно, данное вещество – это спирт. Спирты имеют OH-группу или гидроксильную группу. Запишем же структурную формулу данного спирта. 4 атома С, OH-группа. И дописываем атомы H, учитывая валентность С, она равна 4. Получили спирт. Добавляем КупрумО. В результате реакции КупрумО восстанавливается и образуется медь Купрум. Также мы получим кетон. Давайте доставим остальные атомы H. Здесь уже не нужно. Здесь нужно доставить 2 атома H и здесь 3. Это кетон имеет атом оксигена, соединенный двойной связью с атомом С, для того, чтобы соблюдалась валентность. Также мы получаем воду. Таким образом выглядит данная реакция. Таким образом, чтобы получить 4 балла, нам необходимо вычислить формулу вещества, исчисляемую. Это С4H10О. Посчитать молекулярную массу формулы истинной. Это 72. Написать так же я это не написала, но мы должны написать, что исчисляемое МР равно МР истинной, равно С4H10О. А также нам необходимо составить уравнение реакции. Таким образом, мы с вами написали задачу номер 40, решили ее и получим с вами 4 балла, я надеюсь. Желаю вам успехов! На сегодня все. Если урок понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова